С позаранку в индустриальном институте царила атмосфера праздника и ликования. Переступив порог вуза, студенты участвовали в викторине, правильными ответами зарабатывали сладости. Фойе в этот день превратили в вернисаж. Работа настолько сильная, кажется, что готовят здесь не технорей, а художников. Я люблю танцы, меня вдохновила девушка-танцорщиса. Вот я, собственно, ее изобразила. Здесь получают образование более тысячи человек и почти все мечтают пополнить ряды специалистов на предприятиях Тобольской промышленной площадки. Можно ли изначально выстроить свою траекторию успеха? Вам это удалось? Я участвовал в всероссийских олимпиадах, которые предлагал нам институт. Конференции не раз занимал первые и вторые места. Распределенная генерация в области Ямал-Оненецкого автономного округа. Территория Ямал-Оненецкого автономного округа, она изолирована от энергосистемы. И суть была в том, чтобы взять источники распределенной генерации, такие как солнечные, ветряные станции, и полностью все в кольцо запитать. Во время учебы студентов облекают в научные проекты. В стенах уже вуза включаются те проекты, которые мы реализуем совместно с ведущими предприятиями нашего региона. Безусловно, это компания «Сибурс», с которой мы проводим много научно-технических мероприятий. У нас существует такая форма, как целевая контрактная подготовка. Ксению Усольцеву заинтересовала разработка российских ученых «Смарт-провод». И теперь она сама готова развивать комплексную систему мониторинга воздушных линий электропередач. Заниматься наукой, быть отличницей здесь выгодно. Академическая стипендия – это стипендия университета, правительственную стипендию я получала и получала стипендию имени Шафранника в районе 25 тысяч. В Татьянин день студенты-дублеры проводили академический совет и занятия, а после устроили с преподавателями шуточное соревнование и славили девушек, названных в честь раннехристианской мученицы. Мне очень нравится свое имя. Вообще от греческого языка оно означает учредительница и повелительница. Мне нравится занимать руководящую роль. 25 января – единственный день в году. По многовековой традиции студентам в России позволялось все. Но табаляки просто пели, плясали и радовались жизни. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время.